Дорогие друзья, здравствуйте! 28 сентября 2021 года у нас на календаре. Мы начинаем очередной вебинар о зарубежной недвижимости, проводимый порталом Прян.ру. Тема у нас сегодня самая, что ни на есть горячая, поскольку о Турции. Сегодня мы будем говорить о Турции. Можно проводить вебинары бесконечно в режиме онлайн 24 на 7. Но 24 на 7 сегодня у нас не будет. Мы будем говорить час-полтора и говорить будем с Александрой Кабарчей, генеральным директором компании Taberco States, с которой мы много общались в разных форматах. В этом году, кстати, больше в Клабхаусе. Ну, Клабхаус это сейчас дело немножко прошлое, насколько мы говорим про интенсивность. Александра, здравствуйте! Давайте связь проверим. Добрый день, дорогие друзья! Слышно, видно, хорошо, да? Да, слышно, видно, хорошо. Перед тем, как начнем, несколько объявлений. Безусловно, традиционно запись этого вебинара, если кто-то не сможет ее посмотреть в прямом эфире, будет доступна и на портале Прян.ру, и на нашем YouTube-канале, и у Александры на YouTube. Тоже она будет. Кроме того, мы, безусловно, сделаем рассылку по итогам нашего вебинара, где опубликуем статью. Итог, выжимка того, о чем мы сегодня говорили. Отдельно хочу сказать, что наш вебинар проходит, скажем так, не просто так. Он проходит в рамках целой недели Турции на портале Прян.ру. Неделю, которую мы так организовали совместно с компанией Ataberg Estate. Но, еще раз повторю, что Турция и интерес к Турции сейчас таков, что проводить можно не недели, а месяцы, а то и годы. Последние два с половиной года, это вообще год в Турции, не только на Прян.ру, а вообще в мире зарубежной недвижимости. Итак, дорогие друзья, давайте сразу начнем тогда с вопросов. Если какие-то, кстати, вопросы у вас есть, вы можете их задавать в чате. Чат у нас работает, он моделируемый, но, тем не менее, на большинство вопросов, думаю, мы успеем сегодня ответить. С чего мы начнем? Давайте для затравки вот с чего. Последние статистические данные, приходящие от ведущих аналитических агентств мира, показывают, что недвижимость в Турции дорожает больше, чем недвижимость в какой-либо другой стране мира. Ну, по одним данным, Турция конкурирует с Новой Зеландией, но суть-то даже не в этом. Где Новая Зеландия и где мы? Александра, цифра 30%, которую называют аналитики. Как к ней относиться? Потому что одно дело статистическая история, а другое дело, что мы видим на самом деле. Ваш взгляд, ваше мнение. Во-первых, точно могу сказать, что рост цен есть, мы его чувствуем. Другое дело, рост цен в каком конкретно регионе, в какой конкретно валюте и на какую именно недвижимость. То есть тут чуть-чуть, конечно, стоит анализировать и понимать, что растет и почему растет. И также вот в какой валюте. Потому что, как вы говорили, это вся статистика у нас в турецких лирах идет. Поэтому все, на что мы ориентируемся, это на турецкие лиры, такие данные. Но данные на самом деле очень хорошие. И мы это на опыте чувствуем, на опыте своей компании мы видим, как за последние два года выросли цены и насколько, казалось бы, пандемия не особо повлияла в негативном плане на Турцию. То есть она, можно сказать, вообще не затронула в плане сектора недвижимости и цен на недвижимость. Смотрите, вот 30 процентов, давайте отталкиваться от этой цифры, это рост цен второй квартала, середина 2021 года, относительно середины 2020 года. Итак, но вот эти 30 процентов, это рост цен в лирах. При этом сама лира тоже упала за это время. И, если мне память не смотрит, она упала процентов на 15. А за это полугодие есть статистика. То есть, соответственно, мы понимаем, что, ну, относительно инфляции, например, Конечно, цифра будет меньше, цифра будет меньше, но, тем не менее, рост есть и положительная тенденция. Окей. При этом, насколько я понимаю, ведь, ну, есть разная Турция, да, есть Турция, которая все оценивает в лирах, и это, скажем, внутренний рынок, в том числе внутренний рынок недвижимости. И есть рынок внешний, в первую очередь, ну, для иностранцев, это, наверное, Стамбул и Средиземноморское побережье, который оценивается всегда в долларах и в евро. Если мы говорим о долларах и евро, и говорим сейчас о ценах на недвижимость, как бы вы оценили, ну, данные за последние полгода или за год? Вы знаете, даже за последний год, вот возьмем, если год отталкиваться, то цифру, где как минимум 8% роста в долларах, я бы озвучивала. 8% в долларах. Хорошо, давайте теперь посмотрим, мы приготовили презентацию, точнее, Александра сделала это, поговорим о том, как, собственно, вот почему изменились эти цены. Да, почему растут цены, какие факторы влияют на цены. То есть мы видим, вот первый график, это то, что у нас номинальные цены, и синее, это реальные. То есть начиная с января 2020 года у нас положительная тенденция именно уже по росту цен, по уровню, который учитывает уровень инфляции. Вот, то есть 10% это реальный уровень цен, который нам рост цен озвучивает турецкий институт статистики. Это верхний, простите, это верхний график, который синей, черный такой. Да, 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 все верно. Ну, и прежде всего, что влияет, самый первый фактор, это стоимость удорожания земельных участков и рост себестоимости строительства. Особенно вот по себестоимости строительства статистика вообще, вот мы разговариваем застройщиками, они просто вот приходят каждый день к нам в офис и говорят одно, что будем делать, насколько поднимать цены, у нас очень сильно выросли материалы. Причем материалы выросли как раз не в турецких лирах, а выросли именно, вот я также подготовила, в презентацию не ставила. То есть, допустим, арматура 87% за год подорожала в долларах. Все, что, конечно, немного есть материалов, которые от импорта зависят, ну, допустим, оконные системы, они зависят от Китая на 155% в долларах, то есть из-за того, что с пандемией связаны, вот были задержки с Китаем, подорожание этих, поэтому, ну, и практически все. Александра, это, скажите, это все-таки история, связанная с пандемией, или это просто вот такой ажиотажный спрос в Турции? Ну, нет, я бы не сказала, что с пандемией, потому что, ну, стройматериалы, как у нас вот так же приходят люди, живущие в разных странах, говорят, что везде растут, то есть рост себестоимости строительства везде. Поэтому и тут не только рост стройматериалов, рост еще затрат на рабочую силу, плюс рост стоимости земельных участков. Вот это вот самые главные причины. Ну, и, конечно, есть более второстепенные причины, это то, что экономика Турции развивается. Скажите, а зарплаты, насколько они в данном случае выдастли, если мы говорим о зарплатах, ну, по крайней мере, в строительном секторе? Вы знаете, ну, вот я уверена, что с января, у нас с января все время идет озвучивание минимальной заработной платы по Турции. В этом году, если она 2800 лир чистая, там уже не считая различные начисления в пенсионный фонд и страховку, то в этом году, я уверена, будет повышение очень значительное, вот как раз связанное с инфляцией. Если мы говорим о строительном секторе, то на данный момент на 4000 лир стоит ориентироваться по зарплате рабочих. 4000 лир, это вот, давайте, в долларах? Это примерно 400 евро. 400 евро, то есть это средняя зарплата турецкого рабочего сейчас? И на самом деле такого не сверхквалифицированного. Да, 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 это как бы мы говорим о самом, скажем так, минимуме. Итак, цены выражены, давайте мы вот тогда о чем посмотрим. Второй график. Да, и еще по ценам хотела сказать, что на побережье статистика, она вообще очень ценная, ну как бы реальной статистики будет тяжело добиться, потому что тут практически все занижено в реальной стоимости в лирах. То есть статистика та, которая государственно нам будет давать, это будет одно, а то, что есть и на самом деле по какой стоимости проходят сделки, это совершенно другое. Вот, если мы, допустим, в Стамбуле у нас или вообще в глубинках Турции такое не практикуют, работают более в чистую, в открытую, официально, то есть вот стоит квартира 30 тысяч, грубо говоря, евро, она и проходит по документам в кадастровом управлении как 30 тысяч евро. Вот, то, конечно, на побережье у нас из-за того, что пытаются уйти от налогов, есть нюансы, да, есть нюансы, и тут мы уже можем ориентироваться только на опыт нашей компании, или вот у нас есть ассоциация риэлторов, то есть мы собираем информацию с разных агентств и пытаемся ее анализировать, чтобы понять картину. Давайте тогда посмотрим дальше. Значит, вот этот слайд, который очевидным образом подчеркивает интерес иностранцев, и в частности россиян, к турецкой недвижимости. Еще одна статистическая информация, но, в общем, тоже понятная. Пожалуйста, несколько слов об этом. Вот это статистика у нас за август, то есть сейчас последние данные, которые были обликованы, они касались августа, то есть если в этом году за первое полугодие мы берем продажи на внутреннем рынке, они снизились, то продажи для иностранцев на иностранном рынке турецкой недвижимости, они очень хорошо возросли. И в стандарте у нас граждане России третье место занимают среди зарубежных покупателей недвижимости в Турции. На первых местах Иран, Ирак, четвертый Афганистан. И вот в этом году очень интересная статистика специально показала фотографию. Граждане Америки очень сильно активность проявляют относительно недвижимости в Турции. И в августе, если в прошлом году они около 50 объектов в августе 2020 года приобрели, то в августе 2021 173 объекта недвижимости граждане Америки приобрели. Сразу хотела бы уточнить, что это кто чаще всего? Это не совсем коренные американцы, это все-таки люди, которые, то, что я вижу по нашей компании, которые 25-30 лет живут в Америке, иммигранты, уже турец у них американское гражданство. И вот вариант Турции как страны с хорошим уровнем развития, как страны, где можно хорошо провести пенсию, рассматривают. И очень активно вот у нас сейчас Америка, Канада и также русскоговорящие граждане Германии. Ну, коренные американцы, они, 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 сильные, активные. Но, кстати, скажите такой момент, исходя из этого графика. Иногда к нам, например, задают вопросы люди, особенно те, кто хотят переезжать более-менее основательно в Турцию. Ну, Иран, Ирак, страны Ближнего Востока все-таки относительно благополучные. Про Афганистан такого сказать нельзя. Вот люди, которые, те же афганцы, которые активно покупают, которые приезжают, вы их видите, где они оседают, что это за люди? Вопрос безопасности здесь, безусловно, интересует. Сразу скажу, что Анталия, Алания, мы их не видим и не замечаем. То есть мы это замечаем только, когда открываем статистику, потому что все-таки они предпочитают Стамбул, и именно в Стамбуле больше всего сделок. Но тоже хочу сказать, Афганистан, да, это люди, которые вот по статистике купили недвижимость. То есть это люди, у которых есть деньги, они стали полноправным, полноценным собственником недвижимости в Турции. То есть поэтому как бы это не беженцы, не там какой-то еще вот такие слои населения. Поэтому довольно обеспеченные граждане, которые могут себе позволить также проживать в Турции. Вы знаете, недавно была в Измире, и там, конечно, вот это почувствовалось, что, допустим, тут у нас мало, скажем так, арабских граждан, то в Измире вот мы проезжали на такси, нам таксист говорит, с этой стороны у нас больше всего сирийцев проживает, с этой стороны у нас больше всего афганцев проживает. Но, тем не менее, Турция заявила, что официально они беженцев принимать не собираются. В плане безопасности Турция все делает. У нас на каждом углу везде видеокамеры стоят. Поэтому даже в крупных, больших городах безопасности уделяется очень большое внимание. На курорте, я вообще молчу, на курорте, во-первых, и нет никого не видно, и все так настолько размеренно и настолько вот комфортно себя иностранцы чувствуют, что там закрыл ты машину, не закрыл сумочку у тебя там в машине, в машине мы об этом даже не думаем. И такого, что безопасность в плане жилья, что придет, что-то с недвижимостью будет, такого также нет. Окей. Я обращаю внимание, что да, самое время сейчас уже начать, может быть, задавать вопросы. И обращаю внимание на статью, которую мы с Александром опубликовали несколько дней назад. Дело в том, что все-таки Турция как направление для эмиграции весьма и весьма интересное. Почему мы об этом поговорим сегодня чуть позже. Но вот ссылочку на статью рекомендую сохранить. Много интересной информации там есть. Александр, давайте я расскажу вопросам, обязательно их сейчас будем касаться. Вот о чем бы я хотел поговорить. Вы привели весьма и весьма интересный пример. Одно дело, когда мы говорим о динамике цен, как теоретически, там цены выросли на 30%, а евро там на 10%. Но хочется все-таки сравнить более-менее сравнимые вещи и посмотреть, как это на практике. Пожалуйста. Да, вот хотела показать бы вам, наши дорогие слушатели, зрители, этот слайд. То есть квартиру мы снимали один обзор. Он был осенью 2019 года. Это комплекс у нас в Махмутларе. Квартира-студия, однокомнатная квартира полностью с мебелью, с техникой. Вот она была у нас 28 тысяч евро. Сейчас, буквально вот где-то недели три назад, мы проводили сделку в этом же комплексе. То есть прошло два года, мы продавали точно, они все одинаковые по планировкам, по комплектации примерно одно и то же, за 38 тысяч евро. И вот сейчас у нас на сайте стоит актуальное объявление в этом же комплексе 41 тысяча евро. То есть получается разница в стоимости за два года 46%. Окей, да, Филипп правильно сказал, что одно дело хотеть 41 тысячу, другое дело продать. То есть даже если мы отталкиваемся на скидку по этой квартире и продажную реальную стоимость, допустим, 38-37 тысяч евро, все равно разницу мы видим очень хорошую. То есть около 40% это все в валюте. Это маленький пример. У меня таких примеров очень-очень много на самом деле. И у нас это видят и покупатели. У нас покупатели, которые смотрят наш YouTube-канал, которые видели объекты, которые они могли бы купить два года назад и видят то, что сейчас, ну как бы по какой стоимости, они, конечно, очень сильно жалеют. Ну, смотрите, давайте тогда на этом примере как раз и ответим на вопрос. Вот одно дело купил за 28, продал за 41, ну, рассмотрим это как историю такую идеальную, да, предположим, эти цифры действительно такие. Но совершенно понятно, что 28 – это не конечная сумма, тебе нужно еще что-то заплатить. Как раз давайте я ответил на вопрос про налоги. А 41, когда ты продаешь, тебе с этого тоже что-то нужно заплатить. По факту, если человек купил за 28 два года назад, сейчас продал за 41, как бы вы оценили реальный доход, который он мог получить после вычета всех накладных расходов? И про налоги как раз это говорили. Да, а тут особенность в том, что у нас все расходы на покупки дополнительные несет покупатель. То есть человек, который продает, он полностью вот получает чистую сумму на руки. Дополнительные расходы всегда у покупателя есть на оформление этой недвижимости и налог на покупку, налог на прибыль. Вот этот момент, то есть понятное дело, что купил за 28, продал, то есть там, грубо говоря, 15 тысяч светится прибыль. Чаще всего, ну, во-первых, зависит от того, сколько лет прошло, потому что если проходит более пяти лет после покупки, покупатели освобождаются полностью от налога на прибыль в Турции. Но такое редко бывает. Все-таки люди чаще бывают, перепродают, там расширяются, те же студии, допустим, не проходит пять лет. Опять же этот вопрос, что на данный момент у нас есть возможность показывать нереальную продажную стоимость, а ту, которую я хочу. То есть я продаю за 41 тысячу, но государству я показываю, что я за 28 ее продаю, но не за 41 тысячу. Поэтому я не показываю своего дохода. Пока такое есть. Но на самом деле турецкие власти также с этим пытаются бороться. И вот первый шаг к этой борьбе, чтобы не уходили люди от налогов, это то, что у нас сейчас ввели экспертизу недвижимости. То есть обязательно на сделке необходима экспертная оценка этой недвижимости. Но сделка пока на данный момент не проходит по экспертной оценке, а по той стоимости, которую заявляет продавец. То есть, допустим, у меня и оценщик ее бы оценил в 40 тысяч, а я говорю, нет, я за 40 тысяч ее не продала. Я продаю там, допустим, за 28. Пока у меня есть такой как бы вариант. Но если что-то изменится, то 18% на прибыль, налог, и в зависимости шкала идет от размера вашей прибыли, этот налог увеличивается. То есть если что-то в будущем изменится, то, конечно, у покупателей, у продавцов может появиться налог на прибыль. Но тем не менее, даже оплатив этот налог, прибыли все равно в плюсе и в хорошем. Потому что мы говорим о валюте, мы говорим о чистых дополнительных каких-то скрытых подводных камней, подводных расходов у вас не будет дополнительных. Поэтому как бы в любом случае вот все собственники, которые у нас сейчас продают, они в хорошем выигрыше. Маленькие хитрости в прямом эфире от Александра Коварча, генерального директора Таберко-Стрит. Александр, давайте сейчас еще на несколько вопросов тогда ответим, которые сейчас поступили, а потом перейдем дальше. Поговорим о конкретном поведении частных продавцов и покупателей, и продавцов-застройщиков. Вот я начну с последнего вопроса, который только что поступил. А как защитить меня как покупателя, если в договоре неполная сумма прописана? Какой тут риск? Если тут риск с этой стороны, если потом что-то пойдет не так, если сделка признает недействительной, как вернуть полную сумму и так далее? Я поняла. Вы знаете, в контракте, в нашем контракте, мы составляем с нашей компанией покупатель и продавец. В трехсторонний контракт мы прописываем реальную стоимость продажи. Но в кадастровом управлении, там, который контракт на продажу идет, там уже, конечно, светится та стоимость, которую покупатель как бы озвучивает. При всех оплатах, все, независимым, наша компания берет, берет напрямую продавец недвижимости, выписываются макбузы, квитанции об оплате. То есть в Турции они имеют действительно юридическую силу, и в любом случае, если сделка не состоится, ну, мало ли, что-то бывает. То есть с этим макбузом, с этой квитанцией об оплате абсолютно все до последней копейки себе покупатель может вернуть. То есть в любом случае, когда вы отдаете какую-то сумму, официально это через счет в примечании пишется, за такую-то квартиру в таком-то комплексе. Если это наличкой передается, это обязательно идет макбуз, официальная квитанция в турецком экземпляре. Поэтому как бы в этом случае вы подстрахованы этими квитанциями. То есть кадастровая история – это для ТУК-стата, да, так сказать? Да, да, поэтому на это стоит обращать внимание. Поэтому я же говорю, статистика – одно дело статистика, а другое дело в Стамбуле, как бы, это не очень распространено. В Стамбуле большая часть действительно… На самом деле это же выгодно и не только продавцу, это выгодно и покупателю. Во-первых, покупатель меньше платит налог на оформление. Во-вторых, ежегодный налог он от меньшей суммы платит, от стоимости этой недвижимости. Поэтому тут две стороны из-за того, что заинтересованы, поэтому всех пока не устраивает. Пока довольны. Окей. Вопрос от Ильи. Действительно интересно, есть ли сезонные спады продаж недвижимости, есть ли привязка к курортному сезону? Ну ведь, вот вы назвали, я видел цифру, там, 417 объектов купили россияне. В начале года цифры были хорошие, но скромнее все-таки. Там январь, февраль, там март, это было по 200 объектов, насколько я помню. Потом было вообще из России спадение, но тем не менее. Вы знаете, нет, я бы к сезону вообще не привязывалась. У нас на самом деле зима более активная, то есть есть наш офис работает в полноценном вот режиме. И если летом приезжают люди, может быть, прицениться, посмотреть, они совмещают отдых с просмотром, то зимой, дни сезон действительно люди летят по делам на сделки, на оформление. Поэтому в этом плане сезонности, вот в плане продажи недвижимости нет, в плане аренды да, есть. То есть, допустим, летом вы арендуете квартиру за 1000 евро, точно так же зимой за 300 евро вы арендуете, потому что тут ярко выраженная сезонность. Но в плане покупки или в плане того, что ожидать час пройдет спад, цены упадут, и я куплю зимой, вообще не стоит. Мы бы на это не ориентировались, потому что есть факторы, которые в начале вебинара я называла, они только будут увеличивать стоимость недвижимости в Турции. Вопрос, ну давайте вот на примере, скажем, квартиры, которая стоит вот там 41 тысячу, вы ее сейчас показывали. Сколько будет стоить все, включая расходы на нотариуса, на риэлтора, на переводчика, на юриста? То есть, хорошо, не берем расходы, которые связаны нам с прилетом человека, но вот как это? Да, на оформление, то есть на сделку дополнительно где-то полторы тысячи евро на вот такую вот небольшую студию или на небольшую квартиру один плюс один, вам стоит иметь в виду, что у вас будут дополнительные расходы. Туда не входит комиссия риэлтора, допустим, наша компания, мы берем полностью свое вознаграждение с продавца. То есть продавец видит, он полностью нам оплачивает, он знает нашу комиссию, покупатель нашу комиссию не платит, но покупатель платит, у него будут расходы на оформление недвижимости, примерно полторы тысячи. То есть это 4% от кадастровой продажной стоимости, это эксперт, это переводчик, это страховка, это взнос кадастрового управления. Вот с этих пунктов состоит. Дальше, вот оформление, получение ТАПУ, все вот это, это дополнительные какие-то расходы есть или вы все это уже учли? Нет, вот это вот ТАПУ полторы тысячи плюс абоненты электричества, воды полностью все. То есть это если мы говорим за вот такую вот небольшую квартиру, потому что все-таки если мы говорим о вилле речь идет, или о пентхаусе, или о квартире, где высокая стоимость будет, которую будет показывать продавец, там расходы могут быть 2 500-3 тысячи евро. Но это все-таки процентная зависимость идет, или не только процентная? То есть налог на виллу же, что на виллу же? Нет, 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 процент одинаковый, 4%. Самое главное, от какой суммы он идет. То есть одно дело, то есть он идет от миллиона лир, а другое от 200 тысяч турецких лир, которые продавец показывает. И все, налог одинаковый, 4% от кадастровой стоимости. Отлично. Так, давайте дальше. Вот тут как раз тоже пошли некоторые вопросы, связанные с разведением конкретных продавцов. Значит, вопрос вот тогда, какой? Ну, понятное дело, что высокая цена и рост цены, они по-своему влияют и на покупателей, и на продавцов. Вот как ведут себя продавцы сейчас? Не появилось ли некое, знаете, завышение амбиций, как я бы это назвал, что типа хочу побольше и не буду вообще торговаться, это не ко мне, это за апельсинами идите. Вот вы знаете, честно, появилось. Появилось, потому что собственники начали ориентироваться, они смотрят, они видят прайс-листы новых объектов, они понимают особенности или, может быть, плюсы своего вторичного жилья, потому что у новостроек есть свои особенности. Уменьшение площадей, уменьшение территории, отдаление от моря. Они понимают, да, может быть, у меня комплекс там 12-15 лет, но у него огромный балкон, сейчас все балконы все меньше и меньше, у него отличная площадь и расположение такого, которого уже не будет. Все, и он, да, он знает, что он покупал за эту стоимость, и сейчас он добавляет хорошую сумму. На самом деле, вот у нас был в нашем вебинаре, Филипп, вопрос, насколько можно словить горячий вариант, срочную продажу. Очень-очень сейчас тяжело, очень. Во-первых, сейчас есть люди, которые этим профессионально занимаются, турецкие риэлторы, которые как раз сидят, у них уже есть хорошая сумма наличная, и они готовы сразу за один день выкупить вашу квартиру для последующей перепродажи, если найдут хороший вариант. Так вот, этих вариантов все меньше и меньше. Нам найти очень тяжело сейчас что-то на вторичном рынке. Окей, но там 5% они скинут, там 200 евро, 300, просто уважение ради, или так уже нет, ребят, все, покупайте, нет, до свидания. Знаете, сейчас в последнее время очень тяжело торговаться. Даже на такие суммы. Да, даже на вот, казалось бы, такие небольшие суммы. Ну вот, они видят ажиотаж, они видят, вот мы показывали недавно квартиру, собственник сам был в этой квартире, и буквально вот за час там мы были третьей компанией, которые пришли показать его квартиру. То есть он понимает, что если сейчас он со мной не заключит сделку, завтра придет другие риэлторы, или еще третьи, или будут другие покупатели, то есть все равно они чувствуют вот этот спрос. Если бы к нему никто не приходил, если бы этих покупателей не было, если бы никто не звонил, то есть он понимает, что что-то 3 месяца никто мне не звонит по покупке моей квартиры, наверное, что-то, и он бы хватался бы, наверное, ну, больше за каждого вот такого, да-да-да, сброшу, ну, как бы, а тут вот это действует, ну, скажем так, отрицательно для нас или для покупателей в этом плане, которые бы хотели поторговаться, попробовать. Тимур буквально снял с языка вопрос. Давайте перейдем тогда к продавцам-застройщикам. Есть ли программа рассрочки? Что сейчас с ипотекой? Если есть, то какая ставка? И вообще, как себя ведут застройщики? Они тоже подзажались и ни копейки лишней покупателю? Вы знаете, действуют, конечно, акции от застройщика. Чаще всего они предусматривают скидку, если оплата будет или сразу, или взнос первоначальный, не в стандарте, а чуть больше стандарта. Вот тогда предусматривают скидки. Стандарт это как? Стандарт 30%. 30% от стоимости квартиры, это практически вот все строительные компании нам предоставляют такие условия. Не стандарт, это может быть 10% или это может быть 50% условия строительной компании, что 50% первоначальный взнос и на остальные 50% рассрочка. Все застройщики сейчас рассрочку предлагают, рассрочка без процентов, рассрочка всегда, вот если мы берем Аланию и Анталию, Средиземноморское побережье, то это до конца строительства. Чаще всего это полтора года с начала строительства комплекса. А если объект уже построен, тогда уже шансов на рассрочку практически никаких нет? Очень трудно, но тогда мы будем говорить о рассрочке где-то 3-4 месяца, то есть это не будет год или 8 месяцев. То есть чаще всего будет рассрочка, но она какая-то минимальная будет. Но если объект построен, сдан в эксплуатацию, тут можно воспользоваться, вот как раз, как у нас в вопросе спросили, ипотечным кредитованием, такие сделки есть. И, кстати, вообще можно не только готовое купить с ипотекой, можно сначала воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика, растянуть оплату, потом комплекс сдается, у вас где-то 30% на последний взнос остается, и на эти 30% еще кредит взятие, как бы вообще растянуть максимально, то есть, грубо говоря, на 10 лет вы можете себе растянуть оплату по недвижимости. Ипотечные условия в Анталии, Алании какие? Какой процент и какой должен быть, сколько ты должен уже выплатить, чтобы тебе вообще кредит дали? Вы знаете, если раньше мы говорили, что на 50% от стоимости реальной возможно было взять кредит, сейчас бы я таких сумм не называла, то есть все-таки я бы ориентировалась на 30% от рыночной стоимости квартиры вы можете взять кредит, то есть 70% у вас должно быть выплачено, у вас должно быть на руках, на остаток, на 30%, может быть, 40% можно попробовать взять кредиты. Точную сумму мы всегда знаем после того, как приходит оценщик, оценивает эту квартиру и говорит, что для этого покупателя на конкретно эту недвижимость мы можем дать вот такой вот кредит. Примерно 8% евро годовых сейчас по кредитам ставки. Сколько еще, раз прости, 8? 8, да, 8%. Кто-то берет, но все-таки 8%, да еще в евро, это как-то не вкусно совсем. Вы знаете, чаще всего у нас все-таки пользуется рассрочка, вот очень давно уже у нашей компании, ну как-то немного сделок с ипотекой было, все-таки пользуются беспроцентной рассрочкой от строительной компании, при том, что для иностранцев в лирах взять кредит первый раз сложный ипотечный кредит, вот турецкие граждане все-таки на лиры ориентируются. И вот раз мы затронули этот вопрос, в период пандемии у нас почему стимулировали рост продаж именно недвижимости на местном рынке, потому что очень низкие ставки были по ипотечному кредитованию, сейчас их подняли, поэтому это заметно снизило спрос среди местного населения на недвижимость. Полтора года назад же, да, была история? Да, 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 вот это как раз период пандемии, год назад, это было лето, полтора года, вот были очень хорошо снижены ставки. Да, рынок тогда рванул, тогда была совершенно невероятная статистика, резкое количество, резкий рост числа сделок при падении спроса со стороны иностранцев, которые в Турцию, ну, тогда в конце не могли. Вот сейчас мы видим чуть-чуть другую ситуацию, то есть у нас наоборот, на иностранном рынке очень хороший спрос и рост продаж, на внутреннем рынке уменьшение сделок. В продолжении вопроса про взносы при покупке вторички, какой аванс должен быть и как быстро уплачивается вся сумма? Вы знаете, по авансу стандарт обычно 10% от стоимости квартиры официально мы берем, и потом, если полная оплата уже на момент получения ТАПУ, свидетельства о собственности, это если сделка проходит в какое-то ближайшее время, примерно месяце. Если вы хотите на вторичном жилье получить рассрочку, возможно с собственником переговорить, но чаще всего собственник скажет, что мне вот этого первоначального взноса 10% не хватит, в этот промежуток через, допустим, полтора месяца еще 10%, и потом уже 80% на окончании сделки через 3 месяца. Вот такое возможно. Чаще всего рассрочку на вторичном рынке мы не практикуем, потому что тут есть определенные риски для покупателя. Все-таки чем быстрее вы заберете ТАПУ, чем быстрее вы становитесь собственником, тем меньше рисков для вас. Поэтому в стандарте сделка на вторичном рынке – это залог и полная сумма при самой сделке. Кстати, хотела бы отметить еще тот факт, обращать внимание наших покупателей, то, что у нас очень конкретные большие задержки по сделкам идет. Если раньше мы озвучивали 2-3, максимум 5 рабочих дней, то сейчас 3 недели у нас в течение 3 недель мы передаем ТАПУ. То есть это конкретно. Да, это касается вот по Алани, из-за чего, если раньше мы сами могли выбрать экспертное бюро, с которым мы работаем, и мы заказывали заранее экспертизу квартиры и подготавливали документы к сделке, у нас клиент прилетал, мы быстро все организовали, то сейчас мы не можем выбрать экспертное бюро. Кадастровое управление само назначает ту компанию, которая будет оценивать недвижимость, и с которой вы обязаны работать. Поэтому это увеличило сделку, и, судя по всему, вот Аланийская кадастровая, допустим, не справляется с объемом, который сейчас сделок есть. Если раньше там в здании пускали всех, сейчас по очереди в связи с этой пандемией, поэтому все это, задержки есть, и на это бы хотел обратить внимание, потому что сейчас у нас приезжают люди, как покупатели, так и продавцы, и чаще всего никто эти 3 недели или месяц не ждет. Вот оставляют просто доверенность, улетают и уже ждут, пока мы сделаем эти документы, потому что, ну, очень мало у кого есть возможность 3 недели работы. Давайте еще 2 вопроса, которые поступили, ответим, и потом перейдем к дальнейшему плану нашему. О чем хотели поговорить? Как обстоят дела с долгостроями? Вообще как-то появилось их больше, меньше за последние 2 года? Вы знаете, нет, вот долгострой и Турция, это не про нас практически, это всегда говорило, и пандемия никак на это не повлияла. Были небольшие задержки у нас со сдачей комплекса, но это, ну, месяц, ну, 3 месяца было. Но это не так, что, знаете, каркас здания стоит годами, ничего там не делается. То есть Турция не заинтересована, чтобы такое было, поэтому все условия делает, чтобы все было сдано в срок и достроено. Во-первых, строительным компаниям тяжело получить разрешение на строительство, в последнее время еще тяжелее. Проверяют саму компанию, ее финансовую составляющую, проверяют земельный участок, он в собственности. Если он не в собственности, на каких условиях контракт с собственниками земельного участка идет. Дальше этап строительства полностью контролирует негосударственные органы. Япыденитима они у нас называются, то есть как-то повлиять на них, если вдруг ты как-то экономишь, не так строишь еще что-то, также невозможно. Ну и плюс все у нас покупатели застрахованы, они также оплачивают в рассрочку. И, конечно, понятное дело, всегда мы советуем выбирать и надежных застройщиков, и надежных дополнительных сторон, которые будут вести дело, вот компании риэлторские, которые долго с опытом на рынке, для которых репутация очень важна, и они не будут ее портить ради работы с каким-то непонятным застройщиком. Отдельный вопрос по конкретному региону, об этом тоже еще успеем поговорить, хотя я уже даже не знаю, столько вопросов и так интересных мы сейчас с вами начали, о чем успеем, даже уж и не знаю. Динамика роста цен в районе Бодрум, отдельно о Бодруме, что-нибудь можете сказать? Вы знаете, наша компания на данный момент пока не работает в Бодруме, но так же, как и по всей Турции, там динамика также только положительная. Окей, давайте... Динамика также ведется, там в основном это танхаусы и виллы, то есть это два-три этажа. Давайте тогда вернемся к тем районам, в которых вы активно работаете. Я просто знаю, что, ну, раньше мы всегда с вами говорили об Алании, и примерно полгода назад активно начали говорить про Анталию. А Анталия, на ней все-таки, на примере Анталии видна принципиальная разница, если она есть, между недвижимостью, ориентированной на внутренний спрос, и недвижимостью, ориентированной на иностранных покупателей, потому что Анталия большой город, и там есть районы, где, ну, местные просто не покупают. Давайте несколько слов об этом и о том, что происходит. Да, то есть практически вот более года назад мы открыли наш офис в Анталии. Вы знаете, довольны продажи у нас по Анталии идут как и с иностранными покупателями, так и с местными жителями. Мы работаем также и на турецкий рынок по Анталии. Когда говорим об Анталии, чаще всего у зарубежных, у иностранных покупателей ассоциация всегда идет с двумя районами, это Кониалты и Лара. Но сейчас, да, хотела бы обратить внимание, то, что активно развиваются и другие районы, потому что Лара и Кониалты цены уже не низкие, земельных участков практически нет, то есть все-таки бюджет у людей разный, и теперь, выходит, у нас Кипес вышел на развитие, в принципе, он и развивался, там одни из самых недорогих, это центральная... Недорогих, ну, то есть в пределах, допустим, 40-45 тысяч евро у нас были варианты квартир 1 плюс 1 в Кипезе. В основном для чего? То есть всегда мы спрашиваем покупателей, для чего вы хотите? Вот Кипес, он для постоянного проживания, когда вам не принципиально расстояние от моря, оно там составляет около 15-20 километров, в зависимости, в какой части района вы будете жить. Но если вы хотите жить в крупном городе, чтобы ваш ребенок учился в университете или в школе, и вам не принципиально каждый день к морю ходить, у вас будут автомобили, вы к нему доедете, то, конечно, и у вас ограниченный бюджет, вы рассматриваете, допустим, этот район. Или вот район Алтенташ, это новый район, все игроки рынка сейчас строительные выходят на этот новый район, и начинают его развитие, поэтому об этом районе мы все чаще и чаще будем слышать. Он расположен прямо рядом с аэропортом, он рядом расположен с пляжами Лары, также с Кунду и с Белеком. То есть это получается у нас восточная часть Анталии начинает развиваться. На данный момент там, конечно, еще такие просторы, поля, инфраструктура не так развита, но уже в планах строительства супермаркетов, торгового центра, открытия школы, и там еще недорогие земельные участки, поэтому цены будут довольно лояльные в этом районе. Смотрите, вот вы сейчас назвали цифру 40-45 тысяч евро в районе, который находится в 10-15 километрах от побережья. Это новостройка, это законченный дом или это дом, который будет сдан через полгода, год? Это новостройка. Новостройка чаще всего этап строительства, то есть где-то примерно через год сдача. Если объект уже сдан. Если объект сдан более старый турецкий фон, то можно даже еще дешевле найти, там будут свои особенности, подводные камни. Нет, нет, я имею в виду, если мы говорим о новостройке, но уже сданной, вот на этом этапе... 55-60 тысяч евро можно ориентироваться. Давайте тогда так. Это мы говорим 15-20 километров от моря Анталия. Но, например, в некоторых районах Алании, я помню, мы и с вами тоже обсуждали, ну, по крайней мере, в начале 2021 года, за эти деньги ты мог купить, ну, тоже в строящемся объекте, но 1 плюс 1-то уж точно и гораздо ближе к морю, ну, разве что не в крупной море. Конечно. Сейчас этого уже нет? Сейчас такое также есть. Тут уже зависит от человека, что он хочет, для чего он хочет. Кто-то вообще не рассматривает Аланию, а кто-то вообще не рассматривает Анталию. Чтобы у людей был выбор, мы, допустим, показываем, вот у вас бюджет 50 тысяч, вы можете купить в Анталии вот такое, или вы можете в Алании купить такое. Так кто-то у нас, кто на постоянное место жительства приезжает, они вообще Аланию не рассматривают. Хотя Аланию уже не маленький город, есть школы, есть университеты, все равно они привыкли жить в крупном городе, вот, и они рассматривают только Анталию. Поэтому по Анталии, как я заметила, мы работаем не только с иностранными покупателями, у нас есть турецкие граждане, которые покупают на внутреннем рынке. Мы также по Анталии сейчас работаем. Окей, я думаю, что сейчас это самое время. Если кому-то уже интересно, и кто-то хочет связаться с Александрой или ее коллегами сразу по завершении нашего вебинара, потому что сейчас еще в течение примерно 40 минут мы Александру никуда не отпустим, контакты в чате вполне можно опубликовать. А я пока прошу прокомментировать еще один кадр, если я правильно понимаю, вот это конкретный пример объектов Анталии, вот то, что вы говорили. Да, это как раз тот район, о котором я упомянула, рядом с аэропортом Анталии, новый объект, новая строительная компания, которая будет строить этот комплекс. Акцент идет уже на 1 плюс 1, и акцент на отельную инфраструктуру. Вот в Анталии очень мало комплексов, которых так много в Алании. Это в Алании у нас мы привыкли в спа, хамам, крытый паркинг, детские площадки, мини-клубы, еще что-то. В Анталии это не очень много. Все-таки в Анталии больше городских домов, городского плана, большие площади, ну, в лучшем случае бассейн, но без всякой вот этой внутренней начинки. Сейчас у нас строительные компании фишку Алании начали переносить на Анталию, поэтому тут будет у нас и боулинг, и открытый бассейн с аквапарком, и огромная зона спа, и свой пляжный клуб, бич-клуб, плюс сервис к этому пляжному клубу, потому что тут мы говорим о расстоянии 5-6 километров от моря, и акцент именно на 1 плюс 1 планировки, то есть все-таки не для постоянного проживания, а для сдачи в аренду и для отдыха своего собственного. Ну, вот смотрите, вы только что называли вариант вдали от моря 40-45, здесь цена на почти 50% выше. Это за счет того, что просто ребята еще вкладываются во всю инфраструктуру, и эта инфраструктура, в общем, как вот классическая инфраструктура. Конечно, конечно. То есть оно придает элитность жилому комплексу, поэтому все-таки если в Кипец мы говорим и дальше от моря более простые варианты, то тут это какой-то вариант, когда они хотят подойти к тем отелям, которые расположены в Кунду с хорошей вот отельной инфраструктурой и как раз это применить на застройке. Вот вопрос по цене. Значит, если я правильно понял, 1 плюс 1 – это 66 тысяч евро, а 2 плюс 1 назовете? 2 плюс 1 пока не назову, потому что даже предварительные фотографии у нас этой строительной компании примерно через неделю, через две будет более точная информация. То есть это совсем предварительно-предварительно. Но вот я бы нашим зрителям, слушателям советовала бы обращать внимание вот именно на как раз такие варианты, которые только-только появляются, только в разработке, и самый низкий первый уровень цен. Потому что если вот у меня будет пример дальше по Алане некоторых жилых комплексов, когда уже каркас здания даже готов, выбор уже квартир намного-намного меньше, и обычно чаще всего уже первое повышение стоимости было. Знаете, отвечали вы уже на вопрос о рисках недостроя. Я напомню, что вы тогда сказали, что для Турции эта история не очень характерная. Но уж коли второй вопрос, и вот давайте вот на примере, допустим, этого комплекса вопрос, какие риски вероятность попасть на недобросовестного застройщика, есть ли какие-то гарантии или защитные мероприятия. Вот, например, вы рекламируете вот этот конкретный комплекс. Что заставляет вас утверждать, что его можно рекламировать, и связавшись с ним лично, вы не окажетесь в дурацком положении через полгода, год или через два? Вы знаете, ну, во-первых, когда мы рекламируем, мы знаем, что за строительная компания, что она раньше строила, какая финансовая ситуация у этой строительной компании. То есть даже не государство, а мы знаем. То есть мы проверяем, и мы понимаем, особенно если это строительная компания у нас, которая там будет в Анталии сейчас строить, это их первый объект в Анталии, но их шестой проект, потому что предыдущие все проекты были в Аланье. Вот, поэтому понимаем. Второе, мы составляем полностью юристы компании контракт, который будет максимально защищать нашего покупателя, в котором будут прописаны все пункты относительно строительства, относительно инфраструктуры объекта, относительно сроков сдачи, и что будет, если срок сдачи не будет такой-то. То есть там штрафные санкции для строительной компании. Плюс, конечно, мы гарантируем, выступаем гарантом по сделке. И, конечно, вот все вот эти нюансы по поводу передачи денег, оплаты, вот этих же квитанций, если это через банк, если не через банк, также полностью все контролируемое. Поэтому тут в первую очередь, конечно, ну все равно, обращаться стоит, ну вот в компании, не которые сегодня есть, завтра нет, или если это очень где-то вы увидели привлекательную стоимость, понимать, что там за скрытые подводные камни могут быть. Поэтому выбирать... Обращаться в компанию, которая сегодня есть, завтра нет, это вообще такая история, знаете, да? Если завтра нет, так считайте, что уже и... Ну, вы знаете, на самом деле очень многие так и обращаются, потому что у нас, ну, на побережье недвижимостью занимаются все, начиная в ресторанах все официанты, в парикмахерских, чаще всего это обычно одни и те же фразы из серии, что у меня мой дядя, мой дядя, то есть у всех родственники, это застройщики, и вы купите по лучшим ценам. По лучшим ценам вы не купите, потому что как бы тот же официант получает довольно такую комиссию, как и агентство, которое несет ответственность, которое годами работает, и которое еще после продажи вам будет помогать, потому что все равно стоит обращать внимание не только до покупки, но еще и после покупки, потому что строительные компании, они, в принципе, ну, заинтересованы в строительстве и в продаже своих квартир. В дальнейшем введении или там заказа трансфера вам, помощь со школами, они уже не заинтересованы. Они ищут новые земельные участки и опять предлагают на продажу. То есть в дальнейшем вот это вот мы выполняем, эту функцию полностью, ведя вас, помогая. Окей, Александр, давайте еще красненько попробуем ответить на несколько вопросов, чтобы, опять же, совсем уж не выбиться из нашего графика. А вопрос от Элеоноры, оплата через банки вообще популярна и увеличивает ли она сумму сделки или проще наличками? И про это немножко. Вы знаете, через банк оплата популярна, конечно, покупатели чаще всего хотят сделать официальный перевод, свифт-перевод через банк на счет строительной компании и в примечании написать, что это оплата за такую-то, такую-то квартиру. Но момент в том, что не все строительные компании могут принять 100% сумму за квартиру. Это, опять же, связано с тем, что они не показывают государству, что они за столько ее приняли. Поэтому тут различные схемы возможны. Может быть, в личной беседе смогу вам рассказать более подробно, как это можно сделать. Поэтому мы помогаем всегда с оплатой. Во-первых, у нас есть, мы в офисе специально открыли себе денежные переводы. Золотая корона по России работает, по Казахстану золотая корона работает, Intel Express, RIA по Украине. Плюс мы принимаем криптовалюту. Вы можете вообще в течение там секунды перевод идет, и мы сразу выписываем вам квитанцию, мы пишем, по какому курсу мы приняли. Практически все криптовалюты принимаем. Плюс еще банк. Ну, банк, я же говорю, уже зависит конкретно от строительной компании. Следующий вопрос. Есть ли понятие долевой и совместной собственности в Турции? Нет, такого нет. Вот люблю, знаете, краткий вопрос. Нет, такого нет. Так, ох, вопросы пошли прям. Если мы нашли объект недвижимости в Алании, возможно ли произвести оплату наличными в Москве? Ох, кто нас подслушивает, надеюсь. Вы знаете, да, вот, кстати, еще об этом забыл. Я хотела упомянуть, по оплате иногда возможно. То есть у нас зависит, вот, допустим, у нас буквально сегодня сделка, у нас и покупатель, и продавец с Украины, и мы будем организовать передачу денег в Украине, потому что не продавцу, не покупают, ну, продавцу не нужны деньги в Турции, оплата в Украине хотят. То есть такое бывает. Иногда у нас есть возможность принять в крупных городах Украины, России также оплату, но это всегда мы имеем в виду, что будет дополнительная комиссия, потому что через банк, на самом деле, иногда и покупатель у нас хочет, но не все так просто. То есть сейчас и в Украине, и в Казахстане, и в России, я знаю, контролируют переводы, за что происхождение средства. Очень у многих людей как бы неофициальные может быть доходы, не каждый готов подтвердить эти суммы и переводы, поэтому вот эти моменты могут быть, не многие через банк хотят именно покупателей переводить, не могут, поэтому с вопросами оплаты помогаем. Ну, выход всегда есть, уже ориентируемся и на продавца, и в какой стране, в каком городе продавец. Можете ли вы сравнить Анталию с Мерсином в плане цен на недвижимость у моря и уровня развития инфраструктуры? Могу сравнить с Мерсином, потому что сейчас очень многие компании начали работать в этом регионе. По ценам он дешевле Алании и привлекает именно ценами. То есть, ну, нет таких цен в Алании и уже не будет в Алании дорогие земельные участки. Себестоимость строительства, она такая же. То есть разница только в стоимости земельного участка. И тут уже вам необходимо задуматься, почему же там такие дешевые земельные участки. или где именно в каком районе Мерсина мне предлагают вот эту недорогую квартиру. Поэтому тут выбор ваш. Там есть свои плюсы, свои минусы относительно того, что, допустим, это все-таки мы говорим о промышленности. И на этом побережье Газипаша-Алани это один из самых экологически чистых районов. мы говорим о развитии инфраструктуры именно по дорогам и по добиранию прилету, потому что эта пересадка будет через Адану, в Мерсине пока нет самолета, аэропорта. Поэтому тут выбор уже как бы конкретно ваш. И в первую очередь для чего. Вот мы практически всех наших покупателей с какой целью, для чего вы хотите. И уже, скажем так, что-то плохое говорить о Мерсине не будут. Тут люди должны выбирать сами, должны анализировать и понимать. Александра, вопрос по криптовалюте. Как вы принимаете? Ведь в Турции действительно с 16 апреля, по-моему, или с 30 апреля этого года запретили использовать криптовалюты. Ну, мы в данном случае, мы принимаем на наш кошелек, нашей компании, мы выступаем посредником, как обменником. То есть официально мы не продаем вам ничего за криптовалюту, мы просто обналичиваем ее. Поэтому сейчас, пока это возможно, мы обналичиваем и расчет с продавцом, с официальным продавцом в деньгах, в валюте идет. Александр, давайте все-таки, я смотрю, сейчас сосредоточимся на вопросах, а потом уж вернемся к теме наших вебинаров, что действительно для наших зрителей актуально. Если чего-то не успеем, ну, еще раз как-нибудь с вами встретимся и обсудим. Значит, всегда ли собственник недвижимости в Турции может претендовать на получение аналогичной квартиры по площади в новостройке в случае сноса дома, если через 15-20 лет? Или есть нюансы, которые надо знать? Ну, действительно, целые районы же в Анталии, ну, не скажу, что в онлайн, в Алании, я, по крайней мере, видел, мне показывали, что это снесут, это снесут, это снесут, а квартиры там вполне еще продаются. Да, это очень активно. И сейчас идет программа реновации жилья. То есть Турция настроена, чтобы все ветхое жилье было снесено. А ветхое мы подразумеваем, это 30-40 лет, а на побережье, может быть, даже это и меньше, потому что на побережье раньше строили, вот конкретно в Алании, в районах Алании, язлыкситеси, то есть такие летние домики, которые не рассчитывались на постоянное проживание, которые, главное, чтобы это было бюджетно, поэтому если тут уже дома 30 лет, чаще всего впоследствии он может попасть под реновацию. Это, кстати, неплохо, но собственникам такого жилья надо понимать, что у них будет недвижимость в этом же доме, то есть нет такого, что вас куда-то там выселят или что-то отнимут, такого нет. Вы официально, когда в Турции покупаете недвижимость, вы покупаете земельный участок, на котором стоит эта недвижимость, то есть вы являетесь собственником земельного участка этого дома. Но чаще всего, то есть когда строительная компания начинает переговоры с вами, с собственниками вашего комплекса или вашего дома о строительстве, то есть какая-то часть квартир будет принадлежать строительной компании. Соответственно, у вас, если была квартира 2 плюс 1, скорее всего, у вас будет квартира 1 плюс 1, у вас уменьшится площадь, потому что какие-то другие квартиры будут принадлежать строительной компании. Но даже когда у вас уменьшается площадь, Стоимость вашей недвижимости все равно растет, потому что все вот эти проекты реновации, это чаще всего первая, вторая линия, это очень хорошие земельные участки. Это вот у нас реновация сейчас в Махмутларе, несколько комплексов сносят, это у нас в Обе, и плюс еще не факт, насколько у вас будет занижена площадь квартиры, потому что может быть дом у вас был пятиэтажный, а строительная компания получила разрешение на строительство 9 этажей. Вот сейчас такое в Махмутларе, поэтому у людей и были 2 плюс 1, они у них и стали 2 плюс 1. Простите, еще разочек, я правильно понял, что вот эта программа реновации предполагает, допускает, что вы, собственник жилья, можете по закону получить другое жилье в меньшей площади в том же самом месте? Это возможно? Да, так, скорее всего, и будет. То есть все собственники жилья договариваются со строительной компанией, но бывает такое, может быть, вы не хотите, чтобы там присутствовала какая-то строительная компания, и строительная компания что-то отходила. Если у вас есть средства, вы можете и нанять подрядчика, у вас то же самое будет, только так обычно никто не делает, все равно все сотрудничают со строительными компаниями. Насколько, вот личный вопрос, прямо знаю, что для вас он будет прямо-таки болезненный, и я уже знаю почему, а вы сейчас расскажете, почему, насколько велика опасность потери купленной недвижимости от лесных пожаров? Ну, вы знаете, во-первых, слава богу, вот сейчас у нас ничего нет, все затушено, жара спала, жары нет, ветра большого нет, поэтому, слава богу, все нормально, все безопасно в этом плане. Страховку советуем мы делать, но лесные пожары, когда мы даже ввели речь о лесных пожарах, это затрагивало более отдаленные районы, там практически нет жилья, особенно у иностранцев. То есть это или летние домики у турецких граждан, или это просто люди, где живут, но вдалеке, в деревушках таких, ближе к лесам, ближе к горам. То есть на побережье даже не было шансов, чтобы это как-то спустилось. А у вас есть там жилье, я знаю. Да, да, у нас небольшая дачка, и вот там в 5 утра мужу, папе у нас звонили, что прям очень близко к дому пожары приезжать, никакой страховки у нас нет, потому что мы, честно говоря, вообще такого ничего не ожидали и не оформляли. Ну, тем не менее, хоть у нас, у меня муж и папа приехал туда, ничего бы не сделали, потому что там такая стихия, с которой справится только хорошая техника. Но справлялись очень быстро, то есть 5 вертолетов, и пап Ил, да, по-моему, был, и Ил был еще вот самолет, да. То есть сразу вот один вертолет отлетает, другой прилетает, в течение 2-3 часов все, получается, затушили. Смотрим дальше. Возможно ли при обречении недвижимости апартаментов или Ил на юридическое лицо в России? Нет, 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 невозможно. Невозможно, то есть возможно на юридическое лицо турецкое. То есть иностранец может открыть фирму в Турции и на эту фирму купить недвижимость. К сожалению, на юридическое лицо Российской Федерации сделка не получится. Какой процент берет агентство в случае расчета наличными в Москве? Вы знаете, чаще всего вот раньше было 2%, сейчас даже больше, около 2,5% за то, что забирают деньги в Москве. Зависит от суммы, от валюты и от курса зависит буквально за день до передачи денег. Я рекомендую, ну, вопрос довольно частный. Я думаю, что если контакты мы еще разочек опубликуем, сейчас будет уместно. После завершения вебинара можно будет в частном порядке еще вопросы на этот счет задать. Так, час проговорили, но, по-моему, даже до половины еще не дошли. Но нам в любом случае надо в разумный срок какой-то укладываться. Давайте смотреть дальше. Значит, если я правильно понимаю, вот еще один пример того, что сейчас есть. И это тоже пример объекта, который, в общем, пример показывающий, а как, что строят и какие тенденции сейчас строительства есть. Да, первая тенденция основная, то, что сейчас застройщики пытаются минимизировать себестоимость строительства и именно за счет недорогих земельных участков. А это возможно только в освоении каких-то новых районов. То есть в Алании сейчас, если мы говорим о Алании, у нас все началось развитие на восток, в сторону Демерташа, в сторону Газипашки, там строят объекты. И также началось развитие на запад. То есть это у нас Афсалар и до Афсалара в сторону Акуджалара. Начинают выкупать земельные участки, потому что на данном моменте еще недорогие. И там предлагают объекты. Вот этот объект у нас, который вы показали в презентации, это в Афсаларе. Это этап строительства. Уже было первое повышение цен у нас на него, но, тем не менее, цены еще приемлемые. Особенность этого проекта, то, что тут квартира у нас с планировкой 2 плюс 1, который подходит для постоянного проживания или для отдыха большой семьи. И стоимость очень такая лояльная, от 64 тысяч евро на данный момент. В конце строительства будет еще раз повышение цен. Вот как раз в прайс-листе мы увидим, это второй этап. И расстояние от моря у нас примерно километр 400 метров. То есть сейчас увеличивается расстояние от моря во всех в основном объектах, если мы говорим и о Махмутларе, и о центре Алании, и о том же Афсаларе. И вот как мы в том же прайсе, вы видели все, что зеленое – это сол. То есть 50% комплекса еще даже наполовину, скажем так, не построен, но 50% уже выкуплено. – Скажите, вот вы назвали цифру 64, не то, что его там много-мало, я такими оценочными характеристиками рассуждать вообще не хотел бы, но тем не менее я знаю, что вот, как раз опять же просто, опять сняли с языка вопрос, от какой стоимости начинаются квартиры на этапе котлована? Давайте все-таки минимальную планку нарисуем, потому что 64 – это явно не минимум, тем более что это 2 плюс 1, вы сказали. Да, конечно, то есть если мы говорим об Афсаларе, сейчас у нас приходили проекты в базу, примерно полтора-два километра от моря, начальный прайс 42 тысячи, 43 тысячи евро. Если комплекс чуть-чуть больше уже по территории, с более хорошим расположением, примерно километр от моря, то вот сейчас у нас как раз можно, слайдик один, как раз покажу его. Давайте. Это тоже комплекс, дальше, да, еще дальше, еще, 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 еще. И мы еще сегодня с вами должны поговорить об этом. Этот? Нет, еще ниже, еще. Вот, вот как раз у нас вот этот комплекс недалеко от моря, ну как недалеко, это примерно 850 метров от моря, но все равно для Афсалара это недалеко. Вот центральная часть Афсалара, самый первый этап строительства, 52 тысячи, 1 плюс 1 начинаются цены. Вот, то есть Афсалар также очень хороший, показывает вот тенденцию к росту, потому что если мы говорим о Махмутларе, цены уже дороже, если Афсалар раньше как-то, я помню, те прайсы были 2 года назад и 38 тысяч 1 плюс 1, и даже еще дешевле, то сейчас, конечно, вот 52, это хороший комплекс, неплохая инфраструктура, 52 тысячи. И более-менее недалеко от моря, потому что в Афсаларе все-таки недвижимость подальше от моря. На первой береговой линии расположены отели, после отелей идет зона инфраструктуры и жилая недвижимость уже дальше в сторону лесов. Давайте чуть подробнее, вот сразу несколько вопросов по поводу этого конкретно объекта. Ну, я сам подсчитаю стоимость квадратного метра, 52 тысячи и 54 квадрата, ну, примерно 1000 евро за квадрат, получается там чуть меньше. О, подсчитала, 963 евро за квадратный метр. 1 плюс 1, сколько это квадрата? В данном случае, вижу, 54 написано. Да, все верно, 54. Балкон входит в квадратуру? Да, входит, то есть это сразу хочу сказать, что у нас не только балкон входит в квадратуру, у нас еще и часть лестничной площадки входит, стены, балконы, то есть везде все, что мы озвучим, это площадь брута. Это такая турецкая особенность, она никак не связана с тем, что турки хотят как-то обдурить или посчитать. Поэтому просто на это стоит обращать внимание. Кто хочет чистую площадь, мы всегда озвучиваем конкретно площадь по определенной квартире. Кстати, Австалар сейчас очень сильно застраивается, очень развивается. Все стройки, все, что начинается у нас, 90% сейчас это приходит, это в Австаларе. Вот, кстати, наша компания также сейчас там ведет 4 объекта своих строительных. Вы начали строить? Да, да, мы начали строить, и вот в Австаларе небольшие комплексы, у нас один комплекс виллы и три комплекса именно жилых квартир. Класс. Потом поговорим об этом подробнее, но уже после эфира. Александр, давайте теперь несколько вопросов, ну, то, о чем мы хотели сказать. Во-первых, я видел у вас там в презентации есть несколько проектов, о которых тоже попрошу вас отдельно рассказать, но это уже в самом конце. А сейчас давайте пару слов о инвестиционной составляющей, а именно об аренде. С ценами на недвижимость мы поняли, что происходит, плюс 30, это если в лирах, 8%, вот очень приятно, что мы все-таки немногие отваживаются назвать конкретную цифру, 8% в долларах вы сказали примерно за год. Если мы говорим о стоимости аренды, как она выросла, изменилась, и вообще что сейчас происходит на этом рынке? Да, то есть я хотела бы сразу разграничить два вида аренды. Это первая долгосрочная и вторая краткосрочная, потому что суммы будут абсолютно разные, когда мы говорим об этой аренде. Первое, что стоимость долгосрочной аренды очень сильно возросла. Турция возросла не только в курортных городах, и в глубинке, и в крупных мегаполисах. Турецкие аналитики связывают это с тем, что вот, допустим, у нас полтора года практически все студенты в университетах были на онлайн обучении. То есть когда они учились дома, они были, может быть, у себя в какой-то деревушке дома, а сейчас они учатся в крупном университете Стамбула, и им, соответственно, надо там снять для себя жилье или в той же Анкаре или в Измире. Поэтому спрос на долгосрочную аренду очень сильно вырос за счет студентов, у которых началось именно обучение в очном нормальном режиме. Тут, что мы имеем на побережье, у нас очень много запросов на долгосрочную аренду, очень большой спрос, у людей даже есть хороший бюджет на долгосрочную аренду, но предложений намного меньше. То есть именно когда мы говорим о долгосроке, найти очень тяжело. Нам пишут буквально каждый день, и, к сожалению, людям на данный момент у нас дано абсолютно все на долгий срок. С чем это связано? С тем, что практически все собственники ориентируются на краткосрочную аренду, им это выгоднее в первую очередь, и во второе, в свободное время, они также могут пользоваться своей квартирой. Потому что если ты сдал на год, все, ты уже зимой или осенью, весной не можешь приехать на недельку, на две пожить в свою квартиру. А когда ты понимаешь, что очень жарко, в это время тебе вряд ли ты приедешь сюда, ты можешь сдавать, вот как раз это самый пик сезона, неплохо заработать тебе, и заработок будет, и расходы покроют на айдат, на обслуживание недвижимости. Поэтому практически все сейчас ориентируются именно на краткосрочную аренду. И в Турции хорошие показатели, вот по аренде у нас и зимой заполнено, были практически все квартиры, что не характерно вообще было. Краткосрочная аренда подорожала или нет? Все-таки как бы вы себе определили это? Я бы сказала, что не подорожала краткосрочная аренда за счет того, что очень много предложений от собственников по краткосрочной аренде. Вот как раз долгосрочная подорожала. То есть если раньше за 2000 лир, грубо говоря, за 200 евро можно было бы подобрать на год квартиру планировка 1 плюс 1, то сейчас ниже 3000 лир вообще нет квартир. А если люди хотят снять какую-то для семьи с детьми, то вот я смотрю даже в тех же соцсетях 4 500 бюджет, 5000 лир, и трудно найти варианты. То есть 500 евро как бы в месяц на квартиру. Ну то есть объективно говоря, можно сделать такой вывод, что доходность, если мы говорим по краткосрочную аренду, она снижается просто потому, что много предложений, по сравнению с тем, что было 3-4 года назад, и тут... Ну, мне кажется, что как бы не повысилось точно, не буду врать, потому что все равно вот люди... Потому что цены выросли. Рост предложений много, предложений много практически во всех районах, во всех комплексах люди сдают посуточно, на 2-3 недели квартиры. Давайте еще на пару вопросов тогда ответим. Про Афсалар, во-первых, видимо, в продолжении ваших ответов, нет ли проблем с использованием пляжной линии при проживании на таком удалении, имеется, видимо, в виду комплексы километров плюс, и нет ли ограничений в использовании пляжами, когда вся первая линия – это отели? Ну, там, кстати, да, я жил, правда, в Афсаларе довольно давно, там жестко с этим. Вы знаете, во-первых, ну, там какое неудобство может быть только в будущем, я так подразумеваю, что там не очень широкая береговая линия, если конкретно мы говорим об Афсаларе, потому что есть Инжиком до Афсалара. Инжиком там все хорошо. Там все хорошо, там проблем нет, а если мы говорим о Афсаларе, он, конечно, узкий и много отелей, но, тем не менее, у нас нет такой системы, когда отель взял, перекрыл пляж или вход пляжу, то есть пляж – это государственная полностью собственность, и отели просто арендуют этот кусочек пляжа. Практически все отели за дополнительную плату сдают, особенно все работники, которые работают в пляжном клубе, с ними можно договориться, что я буду каждый день арендовать шезлонг, зонтик, но именно вот при отеле, и он даже никого в известность не ставит, вот этому работнику отдал и как бы поставил. Плюс еще городские и плюс еще вообще частные пляжные клубы есть, в которых ты полноценно можешь посидеть, покушать, плюс еще зонтик с шезлонгом взять. На данном моменте пока этой проблемы нет, и в принципе через каждый отель есть проход к пляжу в Афсаларе, то есть нет такого, что очень тяжело будет пройти к морю, такого нет. Насчет расстояния от моря тоже все относительно, то есть километр, это примерно минут 10, наверное, ходьбы. Если мы говорим 2 километра от моря, у нас сейчас строительная компания, знаете, что начали делать, и управляющие в комплекс ставить вот эти электро-такие скутера прямо для жителей, то есть или придумывать что-то по сервису к морю. То есть очень много комплексов, у нас довольно знаменитые комплексы Орион, и в большинстве комплексов там есть сервисы, он прямо расписание идет утром в такое-то время, обратно в такое-то время. Я сейчас вспомнил маленькое лирическое отступление. Я много раз отдыхал в Турции в разных отелях, и вот мы как-то поехали, и так получилось с друзьями. Причем мы большой компанией заселились в одном отеле, а друзья в другом, по соседству, в более дорогом, совсем-совсем, каком-то крутом. Но им как-то хотелось с нами тусить, они приходили к нам, и у них были, естественно, браслетики другого отеля. И в итоге они где-то разжились браслетиками в нашем отеле, и тоже садились даже кушать с нами, хотя у них шведский стол был намного круче, но вот дружба, она творит чудеса. Так, ну давайте еще сейчас ответим на все вопросы. Безусловно, сколько стоит обслуживание недвижимости в месяц, как бы вы описали цену? Смотрите, сразу хочу озвучить, что в Турции нет такого понятия, сколько человек прописано, сколько человек проживает, в зависимости от этого квартплата. Есть коммунальные услуги, электричество, вода, газового отопления нет, поэтому мы говорим только об электричестве и о воде. Тут все по счетчикам. Если вы пользуетесь, вы платите. Если вы не пользуетесь, вы рубильники. Выключаете, уезжаете, у вас квартира закрыта, никакие счета вам, нулевые счета приходят. Есть такое понятие, как айдат. Это ежемесячная плата за обслуживание комплекса. Вот тут уже зависит, в первую очередь, от комплекса, и второе, от количества квартир в этом комплексе и от управляющей компании. Поэтому, покупая недвижимость, лучше всего на этот момент обращать внимание, нужна ли вам инфраструктура, сколько будет айдат в комплексе. Когда мы говорим о комплексе, где есть открытый бассейн, нет закрытого бассейна, вам стоит ориентироваться примерно на 30 евро в месяц на оплату айдата. Вне зависимости от того, будете вы проживать в этой квартире, не будете, ежегодный айдат вы обязаны оплатить. Если мы говорим о жилых комплексах, где уже есть закрытый бассейн, хамам, сауна, то айдат чаще всего от 50 евро в месяц и выше, в зависимости от квартиры. Давайте несколько слов буквально скажем, в три минуты постараемся уложиться. У нас был некий блок вопросов, в том числе и на основании тех вопросов, которые зрители нам заранее присылали к нашему вебинару, посвященные виду на жительство и гражданству. Основной вопрос, знаете, чего касался? Касался вида на жительство на основании аренды. И вот какая-то непонятная история. Разъясните, действительно ли этот вид на жительство тяжело или практически невозможно продлить на этот счет? Можно несколько слов? Нет, нет, сейчас с продлением не возникает никаких моментов. То есть по аренде очень многие оформляют. Единственная разница, что на основании недвижимости вид на жительство сразу на два года вы можете получить. На основании контракта аренды, долгосрочной аренды, вид на жительство на год и потом через год продлевать. Были изменения, когда гражданам Украины, Казахстану не хотели продлевать. То есть на следующий год надо было или быть собственником недвижимости. Сейчас такого нет. Поэтому без проблем сейчас у нас и граждане Казахстана, и Украины продлевают, у кого нет недвижимости. Правильно ли я понимаю, что они могут получить вид на жительство на срок аренды, но не больше, чем на один год? Все верно. Ну то есть, если я арендую квартиру на 10 месяцев, я на 10 получу. Да, все верно. Ну и если я правильно понимаю, это как раз схема для тех, кто хочет приехать и все-таки купить, но не хочет торопиться и хочет выбрать с честным столком, с расстановкой. Да, возможно, возможно такое. То есть, возможно. Так, только хотел с вами еще поговорить про гражданство, но уж не знаю, давайте вот тут столько сразу вопросов. Я правильно понимаю, что вы недвижимостью на Северном Кипре не занимаетесь? Мы, нашего офиса там нет, мы просто сотрудничаем со строительными компаниями и предлагаем недвижимость на Северном Кипре. Так, да, вопрос, выбор между Аланией и Северным Кипром. Вот ваши личные рекомендации какие? Ну, я понятное дело за Алани. А что же вы тогда сотрудничаете с компаниями Северного Кипра? Нет, ну, бывают люди, которые вот рассматривают все равно, как Анталия и Алания, только определенные регионы. Но, честно скажу, это прям минимум-минимум сделок. То есть, все равно у нас акцент на Турцию, на вот Средиземное побережье. Там свои нюансы есть и в плане оформления недвижимости, в плане статуса земель, когда там много моментов, непонятно, чья земля. То есть, не все так прозрачно, как, допустим, в Турции. Ну, именно, допустим, на этом. Ну, давайте так, Константин вот задал вопрос. Если что, потом отдельно можно будет связаться и поговорить и про те проекты, которые вы предоставляете как раз на Северном Кипре. Следующий вопрос. Какие расходы, если купленную квартиру сдавать в аренду? И ведь физические лица действительно просто так сдавать в аренду жилье не могут. Да, все верно. Все верно. То есть, это также у нас закон продолжает свое действие. Физические лица официально в Турции сдавать не могут. Они на самом деле могут, но это очень трудно. То есть, это надо становиться на учет в налоговую. Это получать номер специальный для регистрации всех постояльцев. То есть, лучше всего эту фирму, ну, очень мало собственников, кто этим будет заморачиваться, поэтому им проще и выгоднее сотрудничать уже с агентствами недвижимости, с управляющими компаниями, которые занимаются сдачей в аренду. На самом деле, вот у нас этот сезон вот сейчас продолжается, но большая часть его прошла. В этом году были проверки у нас. То есть, приходили прямо к арендаторам, просили контракт аренды, через кого, что, как арендовали и проверяли. И штрафы в некоторых комплексах были собственникам выписаны. Первый штраф – это вот именно риск для собственников, потому что для туриста как такового риска нет. Ну, пришла полиция, ну, пообщались там, ну, чуть-чуть неприятно, еще что-то. А именно штраф, штрафные санкции для собственника. Первый штраф – 10 тысяч лиры, второй уже выше, поэтому чаще всего, ну, все здравомыслящие собственники недвижимости, они сами не сдают, даже если они сами на том же сайте Airbnb, вот у нас наши собственники, могут размещать объявления, дальнейшее сопровождение, заселение, подписание контракта, регистрация в полиции идет через нашу компанию официально. То есть, каждая регистрация в полиции, постояльца подразумевает оплату налога с аренды. Это, в принципе, сделано было из-за того, что жалоб очень много от отельеров начало приходить, что очень большой поток туристов начал предпочитать вот такой самостоятельный неотельный отдых, ориендуя апартаменты у моря, соответственно, не платя никаких налогов, собственники не платили, поэтому их, скажем так, подачи были внесены изменения в законодательство. Все-таки расходы, вот хорошо, у меня есть квартира, условно говоря, 1 плюс 1, которая стоит 50 тысяч евро, которая там на второй-третьей линии. Я хочу ее сдавать через вашу компанию, я у вас ее купил, все нормально. Какие мои расходы будут от той суммы, что мне пришлет арендатор? У собственника всегда расходы на айдат, на ежемесячное обслуживание комплекса, потому что у арендаторов мы эту плату не берем, на ежегодный налог на недвижимость, и, в принципе, все, потому что все... Нам будут расходы, да, то есть, ну, чаще всего, когда мы озвучиваем прибыль от аренды, чистую прибыль, мы уже говорим чистую, то есть, если 10% в год мы можем в валюте зарабатывать на аренде недвижимости, собственник будет получать, ну, 6-7%, то есть, остальное это будет айдат, это ежегодные налогы, и, допустим, это комиссия нашей компании, но не только комиссия нашей компании, то есть, за наши услуги мы не только берем комиссию, мы еще вкладываем туда тот налог, который мы будем оплачивать вместо собственника, потому что мы как от себя юрлица регистрируем и оплачиваем налог за сдачу в аренду, поэтому туда входит и этот налог. Дальше, для покупки недвижимости требуется получить турецкий ИНН, можно ли это сделать удаленно онлайн? Да, в период пандемии в системе Вергин, это называется Вергину Моросы, наш аналог ИНН, сделали систему, когда можно получать онлайн. Честно скажу, иногда у нас почему-то сбои были, мы не могли клиентам получить ИНН онлайн, причем связано было именно с определенным гражданством, то есть, гражданами России как бы все хорошо было, с Украиной почему-то система постоянно сбой давала, но сейчас вроде бы получаем ИНН и онлайн, возможно, потому что ИНН вам понадобится для открытия счета в банке, для получения ВНЖ, для открытия фирмы, для получения ТАПУ, но это в первую очередь тот первый документ, который мы оформляем. Сколько стоит коммерческая недвижимость под офис, скажем, 50-100 квадратных метров в аренду или покупку в Стамбуле и в Анталии, какие-то порядки цен, что это такое сейчас? Вы знаете, трудно вообще порядок даже сказать, настолько все зависит от района, от улицы, то есть также та же Анталия, это насколько улочки центральные или уже не такие проходимые, но все равно я бы называла суммы от 200 тысяч евро и выше, если мы говорим о более-менее таких развитых районах с развитой инфраструктурой. Можно ли согласовать с застройщиком нетиповую отделку, доплатить за это дополнительно, если это покупка на этапе котлована? Да, все возможно. Часто такое практикуют, когда у нас не хотят такой цвет или такой материал, что-то изменить. Это возможно, но чаще всего стандартная отделка, она более выгодна по стоимости, потому что когда уже застроительная компания на комплекс оптом закупает вот эти вот материалы, а когда это на одну единичную квартиру, соответственно, уже цену дают повыше, чем если бы это было в стандартной отделке. Но чаще всего, что у нас заказывают на этапе котлована, это теплые полы. Вот, это то, что очень актуально для Аланьи и то, чего в готовых квартирах, ну, потом трудно и затратно это переделывать, а когда это есть на этапе строительства, такая возможность, вот чаще всего это у нас заказывают. Нужно ли открывать счет в банке для оформления первоначального залога? Нет, вообще счет в банке вы можете даже не открывать в Турции, можно перечислять прямо на компанию, на продавца, на строительную компанию, поэтому не обязательно открывать. Но на самом деле мы всем нашим покупателям советуем, практически всем открываем счета в банке, потому что в дальнейшем мы привязываем к этим счетам оплату электричества и воде. Открытие счетов практически во всех банках бесплатно и также обслуживание бесплатно. Плюс и карточку вы можете получить, плюс еще интернет-банкингом можете пользоваться. Не все банки очень активно с иностранцами работают и очень активно открывают счета, но практически очень много банков, которые с иностранцами привыкли работать. Есть такой еще нюанс, раньше мы могли открыть счет в банке по доверенности, сейчас, к сожалению, не можем. То есть первый раз человек должен на открытие счета прилететь сам, а в дальнейшем уже на распоряжении еще что-то возможно доверенность. Вот это мы то, что столкнулись недавно. Вопрос, слушай, не знаю, насколько к вам, он скорее к Кардогану или к Миллеру. Когда будет газифицирована Алания? Вы знаете, наверное, будет, когда именно, не знаю, почему будет, потому что сейчас практически во многих проектах застройщиков обязали проводить вот эту систему отопления. То есть подразумевается, что в будущем, когда появится газификация, в домах уже будет хотя бы система подводка для отопления. Вот практически во всех крупных комплексах, там, когда количество квартир в определенном комплексе превышает определенные лимиты, то обязательно должна быть парковка и система отопления. Александра, давайте я, во-первых, спрошу у вас. У вас время еще есть? Вы еще можете подключить? Да, 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 конечно. Хорошо. Тогда смотрите, мы изначально хотели в час-полтора, я уже понимаю, что не будет никакого ни часа, ни полутора, но раз интерес есть, будем продолжать. Ну, думаю, что в течение 15 минут уже точно закруглимся. Если я привез наличку на покупку квартиры, можно ли в один день открыть счет и оставить их на депозите? Да, все можно. Вот как раз где-то полдня займет открытие счета. Это налоговый номер сделать, и там полдня действительно так и придет. И сразу в кассу вы можете, счет моментально открывают, причем сразу советуем открыть вас вам в лирах, доллары и евро, в трехвалютный мульти счет, и сразу можно примерно так займет. Я, знаете, что рекомендую, сейчас попрошу еще коллег своих сделать, контакты Александры, знаете, разместить, просто уже закрепить их в чате, чтобы они были всегда видны, что я думаю, они уже по завершении вполне актуальны. Так, как отапливаются дома на побережье в холодное время года? Видимо, тут же ответ есть, кондиционеры. Кондиционеры. На самом деле так и есть, практически все кондиционеры у нас работают на холод и на тепло, но, во-первых, начнем с того, что у нас нет зим, зим в нашем понимании, то есть у нас я на побережье никогда снега не видела, температура ниже нуля никогда не видела. Господи, как же вы там без снега, беда, беда. Кто хочет, кто хочет, можно 20-30 километров в горы уехать, все, вы поднимаетесь в горы, там уже вот снег есть. Тут стоит всегда подходить к выбору квартиры, ориентироваться на то, в какое время года вы будете жить, потому что все-таки, если вы в более зимний период, я всегда советую обращать внимание, чтобы солнечная квартира теплая была, то есть чтобы хотя бы в какой-то период времени квартира видела солнце. У нас 300 дней в году солнце, поэтому, когда в Алане солнце, даже когда на улице плюс 10, поверьте, вот я дома открываю все окна, у нас на самом деле тепло, нету такого вот влажности сильно большой или вот то, что колото. Конечно, у нас нет центрального отопления, иногда это непривычно, потому что в доме вот мы привыкли зимой и детям, то есть ну не походишь в футболочке просто или в маечке в легенькой, то есть что-то такое с длинным рукавом. Ватник, ватник. Может быть, какая-то жилетка сверху, мы привыкли к этому. Но также вот решается вопрос с теплыми полами раз, и в зимнее время столько сейчас разных экономичных продаются нагревателей и конвекторные, и вот эти УФО, то есть они с каждым годом все лучше и лучше, поэтому вот у нас практически в каждой комнате есть такой нагреватель. Так, следующее. Можно ли дистанционно открыть счет в Турции из России? Нет, невозможно счет. Это вот то, что я говорила, раньше возможно было по доверенности, то есть вы высылали через консульство доверенности, вот мы столкнулись с тем, что буквально месяц назад они изменили, и нам очень много, практически 10 банков отказало клиенту по доверенности открыть счет. Надо лично прилететь. ИНН, да, если вы заранее сделаете, то, ну, на самом деле ИНН сделать, это будет реально 15 минут, потому что вот наш офис рядом с налоговой находится, вот 15 минут, поэтому тут уже. Уточняющий вопрос. Получается, если я открою ИНН заранее онлайн, счет в банке можно открыть еще быстрее. Да, ну, то я же говорю, эта разница будет в 15 минут. Окей, так, давайте теперь вот еще буквально несколько слов поговорим. Про аренду мы с вами поговорили. Важный вопрос про ВНЖ. Вот ВНЖ при покупке недвижимости право на работу не дает. А при этом есть история, ну, как бы очень многие, и это не секрет, они, покупая недвижимость в Турции, не, ну, конечно, не на последние, в буквальном смысле, деньги, но рассчитывают на то, что и работать они будут в Турции. Ваш практический совет. Понятно, что мы об этом можем несколько часов говорить, но все-таки. Практический совет, но все-таки, что... Что делать с этим? Розевые очки не одевать, скажем так, понимать, что в Турции очень молодое население. И турецкое правительство, турецкие власти, они заинтересованы, чтобы было трудоустроено в первую очередь их население и граждане Турции. А в нас, как иностранцах, они больше заинтересованы в качестве инвесторов, но не в качестве тех, кто будет приезжать и забирать рабочие места у местных граждан. Поэтому вот кто хочет работать... Вот как разобрать, я хотел узнать, все-таки. Как заранее вы бы оценили шансы человека на работу? На работу, да. Кто хочет устроиться и найдет работу? Вот главное желание. Главное желание. Ваш опыт, например, в последний год, люди, которые готовы работать в туристическом секторе, в секторе недвижимости, без особых проблем это делают? Или все-таки сектор недвижимости, туризма поджался, и поэтому сейчас сложнее с этим? Вы знаете, нет, с сектором туризма сейчас все октели открыты, ребята устраиваются на работу. И ресепшн, и гэстрелэйшн, и те же туроператоры берут гиды, трансферменные ребят. То есть как бы есть спрос, есть особенно на иностранцев. И, кстати, отельному бизнесу легче оформить вот эти рабочие визы, потому что в период пандемии рабочие разрешения, рабочие визы выдавали в основном туристическому сектору и сектору здравоохранения. Вот нам, допустим, мы столкнулись с тем, что очень-очень тяжело было получить рабочие визы на сотрудников. То есть сфера недвижимости как-то была не в той, не той сферой, где хотелось бы им видеть иностранных... Простите, это была бюрократия или вам правильно прямо намекали, что, ребят, берите лучше местных? Нет, это не бюрократия. Вот мы подаем заявку на рабочую визу, по непонятным причинам приходит отказ. Потом мы через адвоката начинаем это делать, опять отказ приходит. То есть они не объясняют, почему они могут отказать в рабочей визе. При этом ребята, которые работают на ресепшн в больнице, они приходят на ту же частную клинику разрешения. И также отели. Практически все отели, никто не сталкивается с получением разрешения. То есть у меня есть и квоты, я могу это официально сделать, потому что работодатель на пять турецких сотрудников может взять одного иностранца. То есть нам хватает. Но не в этом причина. То есть просто без объяснения причин приходили отказы. Короткий вопрос. Где делается ННН? Налоговая вергедайресе называется, а онлайн, если вы захотите, потом мы можем даже вам сбросить ссылочку. Но онлайн тяжело было. Я сама даже пыталась разобраться, и там есть нюансы. Так. Могут ли быть проблемы с занятостью на фрилансе? Нужны ли какие-то разрешения на работу, для работы удаленных консультантом онлайн? Да, вот у нас рай для фрилансеров. То есть это как раз картинка, когда вы там на пляже под зонтиком, шезлонгом, и у вас компьютер на руках. То есть вот это вот рай, ничего не надо никаких. И большая часть вот как раз приезжают на ПМЖ, у кого работа на удаленной основе. То есть ребята чаще всего интересуют скорость интернета. Это, да, так это, слушайте, я узнаю людей, которые в отель не поехали, потому что там был плохой интернет по отзывам исключительно. Ну это, так, смотрите, ссылки на онлайн и НН, я думаю, что проще, вы свяжитесь напрямую, мы сейчас в этом чате просто вряд ли успеем это сделать. Да, да. Элеонор, просто свяжитесь, контакты Александра мы сейчас, безусловно, опубликуем еще раз. В сфере IT, по вашему опыту, тяжело ли найти работу в местных компаниях, если спрос на айтишников? Вы знаете... Или вам только нужны журналисты хорошие? Ну вот, мы, допустим, сотрудничаем с ребятами с Украины, с России, и также, если я буду удаленно на местные компании, они все равно с турецкими будут сотрудничать, потому что язык, на котором коммуницировать, он будет иметь значение. Поэтому я думаю, турецкие компании не будут заинтересованы в сфере IT, причем сейчас практически все вузы Турции готовят IT-специалистов. Даже в Аланье есть IT-отделение в Аланьском университете, туризм, IT-медицина. Поэтому я бы на это не рассчитывала. Но IT-это та сфера, которая на удаленке очень хорошо работает, поэтому тут, если вы хорошие специалисты... Так, вы знаете, что мы сделаем? Вот мы... Я обязательно ответим еще на все вопросы, которые к нам сейчас поступят. Я просто попрошу сейчас, знаете, что сделать еще, Александр, у вас? Раз уж мы об этом заговорили, просто еще представить буквально те объекты, о которых мы говорили, и потом финальные ответы на вопросы, которые к нам пришли, и один вопрос от меня, и будем завершать. Да, ну вот буквально пару слов, да, об этом объекте. Это также объект нашей строительной компании. Мы начинаем стройку в Авсаларе. Сейчас идет подготовка участка. Это объект виллы. Вот в Авсалар, когда мы говорим об Авсаларе, чаще всего у нас ассоциация с квартирами, с апартаментами, с отельной инфраструктурой. И очень мало кто делает акцент на виллы, на дома, на частные дома. А спрос есть, поэтому вот такие вот смежные дома в комплексе. У каждой виллы будет место для парковки, у каждой виллы будет отдельный личный бассейн. И сейчас, конечно, это этап строительства, самый первый этап строительства. Очень лояльные цены, 169 500 евро. Потому что если мы говорим о виллах, которые уже построены, новые, в таком бюджете мы сейчас ничего не найдем, вообще ничего. Сейчас ниже 300 даже тысяч. Вот у нас запрос, 300 тысяч, хорошая современная вилла, очень тяжело найти. Во-первых, все-таки из-за того, что большая часть строительных компаний акцент делает на квартиры, ограничены мы по виллам, по выбору виллы, даже районы. Это буквально ТП Бекташ, центральная часть, это Каргаджак. Ну и практически все, больше вилл-то и нет. Поэтому решили вот такой проект строить, делать, попробовать, потому что запросы есть, и там очень неплохое расстояние от моря, всего километр для Аксолара это немного. Потому что, как я уже говорила, там и два сейчас километра, и два с половиной, и комплексы с квартирами идут, километры от моря недалеко. Окей. Следующий объект, который у нас есть, как я понимаю, чуть ли не предпоследний, потому что последний мы уже, предпоследний мы уже говорили. На этот объект хотела обратить внимание, пару квартир у нас осталось, там очень хорошо продажи, идут акценты квартиры 1 плюс 1, и пару пентхаусов осталось с планировкой 2 плюс 1. Тут очень хорошее расположение, во-первых, близко к морю, всего 300 метров к морю, и район Тосмур, в этом районе сейчас не ведется строительство. То есть это единственный на данный момент новый комплекс в этом районе. То есть там есть определенные особенности у нас по строительству застройки Тосмура, поэтому в ближайший год два вот этот единственная новостройка будет в этом районе. Для отдыха, для своего проживания постоянного, для сдачи в аренду. Очень хороший объект. Окей, ну и давайте буквально в двух словах остановимся. Про вот этот комплекс вы рассказывали, это как раз пример комплекса в Саларе, напомню. И несколько слов по поводу сделок онлайн, хотя, в общем, сейчас Турция отличается тем, что приехать сюда можно, но мало ли вдруг в таком мире живем, между политиками и пандемией все время мечемся, и трудности возможны. Несколько слов по поводу сделок онлайн, как и что сейчас с ними. Вы знаете, да, активно проходят. То есть и пандемия, когда началась спрос на сделки онлайн, и сейчас активно по доверенности проводим такие сделки. То есть наши менеджеры могут выехать и показать вам любой объект, посмотреть. Кстати, это вас ни к чему не обязывает. То есть все, что на нашем сайте можете увидеть, это berkastey.com, можно поехать, и менеджеры покажут именно так, куда вы хотите. И выход с окна, и комплекс, и направо, и налево пойти, посмотрите. У нас очень многие так покупают, потому что уже и Google Map есть, вы можете по улицам прогуляться, и обзоры районов есть на YouTube, вы можете уже предварительно понимать, какой район вам нравится. И уже конкретно смотреть, изучить квартиры и выбрать. После выбора у нас подписание контракта, и тут уже выборы за вами. Вы можете выбрать квартиру и прилететь лично на сделку, или оставить доверенность и уже прилететь вообще в готовую квартиру. Кстати, у нас очень много по доверенности сделки были с такими странами, вот как раз Канада, Америка, потому что прилетать довольно затратно, и уже людям не хотелось бы прилететь и время тратить там на выборы, на документы ждать, пока мы такую оформим, все остальное. То есть уже хотелось все онлайн, максимально, что можно онлайн сделать, и прилететь в готовую квартиру. То есть активно сейчас это также продолжается у нас. Поэтому, да, конечно, есть очень много людей, которым надо зайти, посмотреть, как они говорят, понюхать квартиру, и только потом сделать выбор. Поэтому к этому также готовы. Есть ознакомительные поездки, инфотуры, которые называются, и также как бы практикуем. Окей, значит, философский вопрос, немножко философский. Верите ли вы, что после 2023 года Турция будет самодостаточна, как Эмираты? Все граждане будут с достатки, и будет открываться счет в банке для всех новорожденных. Не верите, судя по вашему мнению, не верите. Ну, кстати, ОВА тоже не самодостаточно, знавал ли я там несколько не самодостаточных людей? Ну, да, нет. Такие это как бы... Я верю в нормальное развитие экономики турецкой шаг за шагом. Окей. Так, про IT. Какой интернет будет лучше работать с ноутбуком? И тоже еще один вопрос. Есть ли планы государства по нормализации ситуации с интернетом по городам? Как вы вообще оцениваете интернет сейчас в Турции? Ну, вы знаете, мне кажется, уже стало лучше, потому что во многих комплексах у нас есть фибер-интернет, фибер-волокно, и скорость довольно неплохая. То есть, вот, в принципе, я сейчас веду эфир, мне кажется, и слышно, и видно неплохо. Поэтому... Но, тем не менее, проблема остается довольно актуальной, потому что если мы сравниваем тот же интернет в России, в Украине, в Казахстане, то он намного лучше. И проблема в том, что тут эту проблему вы не сможете решить с помощью провайдера, потому что это действительно на уровне государства. Это нет проводки, которая обеспечит такую хорошую скорость. Поэтому тут даже дело не выбора. Вы бы и хотели, может быть, готовы доплатить больше, чтобы у вас скорость лучше была, но как бы не получится. Поэтому... Еще один вопрос, такой, не с претензией, но звучит так. Когда будет введен зимний курорт, который планировали открыть недалеко от Алании, как далеко он находится от Мухмутлара? Слышали что-нибудь? Да, слышали, конечно. Но этот курорт планировали где-то у нас, ну, несколько лет назад. Но на данный момент точные сроки, опять же, как и газификации, ничего не говорят. То есть есть проекты, в которых хотя бы какие-то сроки озвучивают, и они видно, что активно ведутся. То есть строительство, допустим, новой объездной дороги, которая сейчас очень активна, которая будет соединять в сторону Мерсена, идти и разгрузит вот этот поток машин от моря, то по поводу горнолыжного курорта неизвестно. Но, тем не менее, там уже строительные компании начинают входить в различные общества спортсменов, как-то смотреть, присматриваться к земельным участкам, которые там расположены. Поэтому, думаю, что как бы и тем не менее у нас инвестиции в Аланию идут. То есть министр внутренних дел, министр внешних дел Турции, чего шел он сам в Салане, поэтому всячески всегда этот район поддерживался в плане инвестиций. Вопрос, видимо, отсыл к вашему проекту в Саларе виллы. Если купить земельный участок и построить самому дом, не дешевле ли выйдет цены на виллу? Вы знаете, чаще всего не дешевле, из-за чего, во-первых, очень трудно найти земельный участок. Это проблема, с которой у нас сталкиваются сейчас строительные компании, то есть местные застройщики, которые не могут найти вот такой как раз земельный участок. Чаще всего сейчас строительные компании не выкупают земельный участок, а строят вместе в доле с собственниками земельного участка. Во-вторых, у нас есть статусы земельного участка различные, то есть это статус земли сельскохозяйственного назначения и статус земли с разрешением на строительство. И вот как раз вам необходимо найти земельный участок с разрешением на строительство. Если вы купите статус, во-первых, его и купить очень тяжело с сельскохозяйственного назначения, а потом его перевести в другой статус очень тяжело. Поэтому и плюс еще, ну это надо, скорее всего, постоянно тут находиться, контролировать или искать хорошего подрядчика. Чаще всего очень мало кто из клиентов таким занимается, покупают даже на этапе строительства. У нас есть, если не комплекс, то отдельные виллы. То есть когда уже строительная компания участок выбрала и есть проект, вы можете купить вот этот проект с готовым земельным участком. И строительная компания в качестве подрядчика вам его реализует. Вот такой вариант. Уже более готовый, подобранный, скажем так. Потому что у каждого земельного участка есть еще и разрешение в плане площади застройки. То есть не на каждом земельном участке вы трехэтажные или четырехэтажные построите. Все это также опять в мэрии утверждается. Проект участка. В общем, ну много таких. Такой, кто иностранцам хотят подборачиваться. Давайте еще один вопрос. После этого я сделаю пару объявлений и задам уже финальный вопрос от себя. Вопрос от Ольги. Можно ли, ну прогноз на 2022 год. По росту стабилизации или снижению цен на жилую недвижимость, как в строящихся, так и на вторичке. Ну все-таки, как ни крути, но 30% в какой бы валюте это ни было, это ненормально. Это не свидетельствует о том, что все как-то обыденно. Ваш прогноз на ближайший год, как вы себе это видите? Вы знаете, в любом случае рост цен будет, потому что растет... В долларах и евро, в лирах, в чем он будет? В лирах 100% будет. Другой вопрос, на сколько будет у нас падать турецкая лира. Вот это уже второй вопрос. Поэтому рост прогнозирую. Поэтому сейчас, вот как то, что я говорила в начале вебинара, у нас люди, которые наш YouTube канал смотрят два года подряд, им сейчас купить намного сложнее, потому что они помнят, что они видели и почем они видели два года назад. Вот лучше, мне кажется, сейчас покупать, потому что будет только дороже, дешевле не будет, застройщик не построит. Даже мы разговариваем сейчас со строительными компаниями, они говорят, Александр, вы знаете, мы не подняли стоимость недвижимости на ту дельту, на которую у нас увеличивалась себестоимость строительства. То есть у нас наши расходы намного больше, чем вот то, на что мы поднимаем сейчас прайс-листы. Вот, поэтому в дальнейшем будет еще хуже ситуация с земельными участками, рост экономики Турции есть, благосостояние турецких граждан растет, это будет тоже стимулировать спрос на недвижимость на местном рынке, поэтому ожидать какого-то упада, сбой или еще что-то, ну, точно не стоит. Окей, дорогие друзья, перед тем, как задать Александре Коваччу, генеральному директору компании «Родобавки» стоит последний в нашем вебинаре вопрос, я прошу, во-первых, разместить контакты Александры, кто желает пообщаться сразу после вебинара и через некоторое время в чате, пожалуйста, давайте их опубликуем. Второй момент, я напоминаю, что наша беседа, это не просто так, это часть целой недели с Турцией на Прианру с компанией Атаберка Стейт, и мы уже опубликовали материал, ссылочку на который тоже скинем, это материал во многом даже не столько о недвижимости, а о том, как сейчас жить в Турции, ну, там много-много всего, прочтете. Пожалуйста, тоже ссылочку на этот вебинар в чате опубликуйте. Следующий момент. У нас, напомню, все получат отчет о вебинаре и текст, ну, это не подстрочник, это обработанный материал, но тем не менее, и ссылку, которая будет опубликована и на канале компании Атаберк, и на канале Прианру, вебинар, вы сможете прослушать какие-то моменты, которые, ну, до конца понятны не были. Да, все поможет. Прослушать еще раз, да, уточнить и так далее. Ну, а теперь давайте все-таки вернемся к тому, с чего мы начали. А начали мы с рекордных цен. Рост 30% в лирах, рост около 10% в долларах в евро, и мы говорили о недвижимости, но Турция – это то место, куда очень многие переезжают на совсем или, по крайней мере, на долгий срок. Как на духу, Александр, скажите, пожалуйста, вы в Турции живете. Насколько жизнь в Турции за этот год подорожала? Подорожала в лирах? Насколько вы стали больше, лично вы стали больше тратить? Насколько ваши знакомые стали тратить больше? Дело в том, что, как я еще позволю себе пару слов, сравнивая, мне очень кажется, что ситуации в Турции и в России, они очень-очень похожи во многом, в экономике, в политике, в ценах на недвижимость, в конце концов. У нас тоже сделали льготную ипотеку, у нас резко выросли цены, у нас цены, их какая-то официальная инфляция, и есть та инфляция, которую мы видим в магазинах, это разные истории. Вот вы, как вы видите ситуацию сейчас? Ну, то, что цены растут, это ощущается, сразу говорю, в первую очередь на продукты питания, а продукты питания на себя все остальное подтягивают, то есть практически везде. Я помню то время, да, я прихожу в магазин, покупая абсолютно стандартный пакет молоко, ну, какое-то, что я привыкла, что дома там на ужин и на несколько, там, три дня у меня будут эти продукты. Это мне обходилось, грубо говоря, 150 турецких лир, 15 евро, сейчас я покажу то же самое, вроде бы, ничего экстра, ничего в том же магазине, в те же сетевые наши супермаркеты, BIM, но это уже сумма 250 турецких лир, то есть уже выше чувствуется, что цены растут, это в лирах, но тем не менее, опять же, и доход растет у людей, то есть то, что я говорила в январе, вот просто интересно, насколько подымут, я уверена, что намного будет минимальная зарплата у турецких граждан поднята, то есть это тот минимум, ниже которого я не могу официально платить своему сотруднику, поэтому как и цены растут, так и уровень дохода граждан растет. Ну, растет практически все, вам честно скажу, то есть даже если я служу по частным школам, каждый год у нас повышение стоимости обучения у дочек, стоимость продуктов, стоимость даже посещения того же частного доктора, то есть я помню, особенно, знаете, когда вы это чувствуете, когда не каждый день, допустим, когда каждый день в магазин ходишь, вроде бы как не так чувствуется, а так к доктору ты не приходила, ну там 6 месяцев, а тут через 6 месяцев повела доктору, и я помню, что прием был, ну вот там 200 лир, а сейчас он 300 лир стоит этот прием, то есть буквально за полгода. Ну вот, а у нас в школе у дочек вроде как официально ничего в России не поднялось, а тем не менее расходы больше, потому что им нужны новые платья. Это, так что, знаете, проблема дочек, но нам с вами, как я понимаю, знакома. Ну и также коммунальные услуги хотела бы все-таки сказать, что свет и вода также повысились. Вот, допустим, сейчас на семью у меня 5 человек, двое детей, трое взрослых, пришел счет за воду, 200 лир никогда такой не приходило, 20 евро в месяц. За электричество у нас 600 лир, при том, что мы практически не пользуемся кондиционерами. То есть это стандарт стиралка, посудомоечная машина, это 60 евро в месяц. И при том, что у нас еще дома не бывает. Не могу не задать вопрос, уже последний, который есть. Можно ли арендовать квартиру на 4 месяца и получить ВНЖ на этот срок? А невыгодно. Можно, но невыгодно. Потому что лучше проще штраф заплатить на выезде за просрочку за этот месяц или два, потому что получая ВНЖ на 4 месяца, вы можете это сделать, но страховка только на год. А страховку обязательно оформлять, медицинскую. То есть по стоимости этот ВНЖ у вас будет как годовой ВНЖ. Понятно. Есть. Дорогие друзья, вы знаете, я могу только в завершении присоединиться к Илье. А Илья совсем недавно сказал следующее. Александра, Верхогромное, вам спасибо. Он сказал, нет, что-то другое сказал. А, Александр, вы молодец, очень информативно. Итак, Александр Кабакчик, генеральный директор компании Ataberg Estate. Дорогие друзья, Александр, спасибо вам огромное. Действительно, благодаря вам, я уверен, последний час с лишним прошли не зря. Спасибо. Давайте еще разочек. Контакты, потому что они все время куда-то убегают наверх. Контакты, Александр, чтобы можно было опубликовать в чате раз. Второй момент. Я попрошу опубликовать контакты странички при Анру с вебинарами. Мы проводим регулярно вебинары. Вот у нас будет вебинар, тоже интересный, по Канаде. Это, конечно, не Турция. И с Турцией вообще, как я уже говорил, ничего в этом смысле не сравнится. Но посмотрите, в ближайшее время у нас практически каждую неделю, сейчас на протяжении ближайших двух месяцев, очень-очень интересные вебинары. Александра, спасибо вам огромное. Друзья, спасибо, что задавали вопросы, спасибо, что были с нами. Надеюсь, мы вас не разочаровали. И мне кажется, что реакция ваша для нас очень-очень цена. Александр, спасибо и до скорой встречи в Турции. До встречи. Коллеги, сейчас, кстати, там вас загорает, купается, а у меня насморк, кашель. Ой, у нас, оздоравливайте, у нас жарко. Сегодня 35 сейчас на солнце, я все жду, когда похолодает. Поэтому все что-то вот не портится. Погода, ни дождей, ни похолодания. Вот телефон, когда опубликован вопрос, это личный телефон ваш, Александра? Нет, это у нас телефон компании. Телефон компании. Ну, а адрес вы можете, чтобы лично, напишите инфу от Абверкастейт. Вы просто пишите, например, Александре, и тогда вот она сразу это получит. Да, да, все верно. Все, еще раз говорю спасибо, еще раз говорю до свидания. Александра, до скорой встречи. Свидимся. Спасибо всем за организацию вебинаров. Спасибо.